Поверхность состоит из каких-то многоугольников, которые между собой стремятся. На самом деле, многоугольники могут быть многоугольники. Например, давайте я нарисую такую. Например, вот такая вот. Давайте я оставлю. Скажем, здесь у меня будет А. Здесь А. Имеется бы везде взято направление вращения вот такое. Поэтому, когда я пишу А, имеется ввиду вот такая стрелочка. Давайте я на всякий случай буду писать стрелочки тоже. Итак, B, B. Например, здесь будет стоять B с черточкой. Что еще? Где-нибудь там скажем. Здесь берем C. Здесь, да, вот это, да. Здесь берем тоже C. Замечательно. Например, здесь у меня будет стрелочка D. И здесь будет стрелочка D с чертой. Ну, что еще? Я должен сейчас случайным образом все это делать. Например, здесь E с чертой. Здесь у меня будет тоже E с чертой. И здесь у меня будет стрелочка F с чертой. А здесь будет стрелочка F. Господа, это абсолютно случайная картинка. Абсолютно случайная картинка. Я просто хочу объяснить, что вот какие свойства этой картинки? Главное. Каждая буква должна присутствовать ровно два раза. Потому что мы рассматриваем поверхности без края. И если бы у нас какая-то буква присутствовала ровно один раз, это означало бы, что у нас есть такие компоненты края. И каждая буква ровно два раза. Многоугольников может быть несколько, пожалуйста. Вот первый шаг доказательства теоремы такой. Если у нас есть в многоугольнике несколько вот этих компонентов, то мы можем превратить это все в один многоугольник. Это очень легко. Очень легко. Потому что когда у меня есть, скажем, линия B и здесь B, то я могу взять этот многоугольник, перетащить его так, чтобы стрелочка оказалась здесь. В данном случае даже переворачивание пришло. Я просто-напросто вот так вот перетащиваю, перетащиваю. И получается очень простая штука. Вот у меня там, где кончалась стрелочка, было F. И F начиналась там же, где стянули. Посмотрите, правильно я перетащил или нет? Сюда надо перетаскивать, по-моему, все правильно. Замечательно. После этого можно просто стереть линию B и стереть вот этот многоугольник. Он мог быть с большим количеством сторон. Вот уже уменьшилось количество многоугольников. Точно так же я могу сделать и дальше. Ну, например, здесь у меня, видите, есть C и здесь то же самое C. Единственное, на этот раз, если я вот этот многоугольник поверну, то направление стрелки не совпадет. Поэтому, чтобы все получилось хорошо, надо сделать так. Надо сначала вот этот многоугольник отразить. Тогда получится A с чертой, здесь получится F и здесь получится E. После отражения, нет, не в эту сторону. После отражения получится E вот в эту сторону. Правильно? Ух, C с чертой еще будет. C с чертой. Оно стало с чертой, потому что у нас направление вращения же такое. Мы специально ввинили направление вращения. Отлично. Отлично. Теперь я исходный многоугольник стираю. Он для него больше наружный. И сюда перетаскиваю вот этот. Что в таком случае получится. Он понятно. Здесь будет ли E. Здесь будет F. И здесь будет A с чертой. Вот этот многоугольник мне понравился. Отлично. 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 Теперь я могу стереть E. Ну и естественно стереть исходный многоугольник. Ребята, разумеется, не только в этой ситуации. В общем случае, такими преобразованиями можно превратить всю картинку в один многоугольник.